То есть, приходит информация, чаще всего мы ее замалчиваем. То есть, если мы ее не научили слушать, мы либо ее забалтываем внутренним диалогом, либо вообще игнорируем и замалчиваем. В данном случае, мы вышли, вот я вышел в позицию наблюдателя, да, я такой, а, интересно. То есть, раз у нас появляется состояние наблюдения, и мы выходим из ситуации. То есть, я не вмешиваюсь, я не думаю сразу, да, как это так, не может такого быть, неужели мне пришла неповерная информация или верная, ну, то есть, ну, зачем? Интересно. Давайте, по-моему, убедаем. А что будет? То есть, когда вы делаете вот такой вот шаг в сторону и отходите, вы получаете ресурс. Не тратите его на эмоциональность, на растраты, а вы просто получаете ресурс. Получаете удовольствие от процесса. Как бы приятно наблюдать за тем, что происходит. И потом, когда это происходит, это вообще приятно. Или, допустим, вот, как сегодня с утра Наташа говорит, ну, все, ребята, вы пьете сегодня чай без сахара. Я забыл о ложечке. А я вчера ночью пошел готовиться к семинару, собирать там какие-то вещи, там принадлежности. И беру пакетик ложечек, знаешь, так, покрутирую его в руках. Маленькие такие, пластмассовые. Думаю, надо положить. То есть, ну, вот, ко всему, что у меня заготовлено в интернетаре, они вообще никаким образом не относятся. Ну, на их надо положить. Наташа такая радостная, говорит, ребята, все. К сожалению, вы пьете чай сегодня без сахара, я забыл о ложечке. Я говорю, ну, так, смотри, как работает интуиция. Раз, достаю ложечки. То есть, прислушались, сделали, получили результат. И это приятные такие результаты. Вот интуиция – это результат без напряжения. То есть, вот, это то состояние, в котором вы получаете удовольствие от жизни и радость от нее и получается. То есть, вот, приятные такие вещи, когда результат, не требующий напряжения. То есть, вы фактически ничего не делаете. Просто вот, есть результат. Вы вовремя просто прислушались к себе, его получили. И даже не надо напрягаться. Это очень приятный счет. Поэтому именно с вот этим состоянием мы будем сегодня работать. То есть, мы будем работать, входить в него различными техниками, различными упражнениями и совмещать логику правое полушарие, левое полушарие, эмоции учиться контролировать. Ну, и точно, как и всего. Прежде чем мы начнем, так в более практическую часть, я хотел бы, чтобы вы, каждый, написали себе три пункта, где в жизни практически, допустим, в работе, в личной жизни, там, по здоровью или еще по какому-то другому критерию, да, вы применяете интуицию. Или, если не получается словить, или хотели бы применять интуицию, да, то есть, просто выставить хотя бы в сознании вектор, куда мы будем направлять свое внимание, свою энергию. Подсознательно вы потом будете туда идти. И второй момент, это, возможно, есть какой-то вопрос, который вас научит, или их несколько. Вы не знаете на него ответа. И вы хотели бы получить на него ответ с помощью интуиции. Продолжение следует...